И третья тема, которую я хотел сегодня затронуть, у нас тут постоянно идет дискуссия о том, как должны выглядеть дворцы резиденции вождей, расскажу собственный опыт, как я находился, очень коротко, правда, попал на резиденцию премьер-министра Финляндии, и я приезжаю, она находится в центре Хельсинки, открывается ворота, заезжаем на такси, встречает премьер-министр, никого нет, ни одного человека. Заходим в резиденцию, это такое деревянное здание, мы таких на Карельском перешейке много видели, симпатичное, красивое, я захожу, спрашиваю, как вообще, вот хороший дом, приятная резиденция, он говорит, да, очень хорошо, только очень дорого, я говорю, что значит дорого? Он говорит, я, говорит, плачу за проживание в этой резиденции. Пока мы там находились, у нас было там время пребывания в сауне, ни один человек не появился, да, было все подготовлено, мы посидели, пообщались, потому что экономия, мы привыкли, если вы приехали на резиденцию премьер-министра, тут же вы были помощники какие-то, секретари, вас проводили, там приемная, ничего этого нету, находится один премьер-министр, я не видел за это время ни одного человека, мы вот с ним, это был Павел Липпанин, с его родным братом, он был генконсул в Финляндии, я там находился с официальным визитом, мы посидели, пообсуждали, как положено, в сауне, никто больше не появился, и когда уже под конец наступает время, значит, расставания, мы должны, он говорит, сейчас, я, говорит, вызову вам такси, ну, для того, чтобы я мог поехать в гостиницу. Например, министр берет телефон, набирает номер, вызывает такси, через какое-то время раздается какой-то гудок, он в этом, в прихожей резиденции как-то забегает немножко за угол, смотрит, что-то делает, я говорю, а что вы такое делаете? Он говорит, я, говорит, ворота открываю, я говорю, слушайте, говорит, та охрана, которая там стояла на ворот, он говорит, милый человек, посмотрите на часы, да, уже 9 часов вечера, говорит, в 6 часов охрана закончила работу и покинула свое рабочее место. Значит, приезжает такси, выходит он, выходит его брат, выхожу я, и больше ни одного человека там не появляется, потому что это экономия. Дальше я проезжаю на такси к выходу, там, где будочка охраны светилась при въезде, она абсолютно темная, и открываются ворота. Вот, а это значит, что премьер-министр стоит, смотрит на монитор, когда подойдет машина, нажмет кнопочку, откроет ворота, потом закроет, и я выехал из резиденции, что называется, абсолютно просветленный. Вот так вот выглядит руководитель на службе государства, на службе общества, в первую очередь, и общество не позволит ему другое поведение, потому что они воспринимают его не как богоданного царя, а как слугу народа. Вот как выглядит резиденция премьер-министра Финляндии, как, собственно говоря, мне удалось это увидеть. Продолжение следует...